Шаха Старебес, Голи Арахим, новые списки татарских летописей, читает Икра Мухамедзяна, подготовленное и разрешено в печати главлитам АЦСР от 10 марта 1930 года. У народов, издаванно обладавших письменной культурой, обычно в докапиталистический период их истории, наблюдается развитие известного типа историографии в виде летописи. Летописи и хроники имелись как у древних, так и у новых восточных народов, у китайцев, у египтян, у Ассирии, Вавилонян, у персов, у арабов и так далее, у древних римлян велись соответствующего характера летописи под названием. Анализ летописи, типичными для феодальной эпохи, являются западноевропейские средневековые хроники, русские летописи. Почти однотипными, с ними по характеру и даже стилю изложения событий, являются и татарской летописи, как произведения, относящиеся к эпохе татарского хеодолизма. В них мы обычно видим тоже лаконичное изложение. В различных событиях преимущественно, а общественное значение как-то воин, смот, голода, мура, появление кометы и тому подобное. Причем все это заносилось во летописи, перемешку исключительно в хронологическом порядке. В основу настоящей статьи «Лёддоклад», прочитанный автором, дата не указана января 1929 года в исторической секции юбилейных заседаний ОАИЭ. По поводу этого доклада о историке марксисте. В том 11, 1929 год, страница 1976 появилась, между прочим, следующая рецензия товарища Иоаннковского. Наконец, следует отметить интереснейший по содержанию доклад молодого татарского ученого Абдрахимова. Новые списки татарских летописей. Татарские летописи, которые велись до 30-х годов прошлого столетия в селах, содержат в себе ряд сведений по целому ряду крупных исторических событий. И содержат цитаты из неизвестных еще восточных писателей. Нужно пожелать, чтобы задачи, поставленные себе Абдрахимовым и обществом ОАИЭ, как можно скорее издать текст и переводы этих летописей, не были отложены на долгий ящик и были осуществлены, возможно, скорее примечания Абдрахимова. Русская часть текста исследования Али Рахимова впервые была опубликована в 2004 году в книге «Проблемы истории Казани. Современный взгляд». Казань, Институт истории имени Чигабуддина Маржани, Академия наук Республики Татарстан. Страницы 555 по 590 седвертый. Нами впервые публикуется полный авторский текст, подготовленный с аргинала рукописи. Почти все подстрочные примечания принадлежат автору исследования Али Рахимов. Но в нескольких местах имеются также примечания составителей настоящего заборника. И в таких случаях во избежание путаницы с примечаниями Али Рахимова было указано их авторство сокращенной части или окончание некоторых слов основного текста и сносок в основном добавленной нами и указаны в квадратных скобках тексты и летописи, представленной в транслитерации с арабской графики на современную татарскую письменность. При этом сохранены все ахпографические особенности оригинала. Например, буквы, использовавшиеся пюрко-татарских рукописях, параллельно ТДБП и другие, даны по авторскому варианту. А ситуационные заначи, которые полностью отсутствовали в оригиналах татарских летописей, проставленные нами. Не было необходимости отдельно разъяснять значение устаревших тюрко-татарских слов и арабо-персидских заимствований, трещающихся в летописях, так как эти тексты полностью переведены Али Рахимом на русский язык. Примечание составитель. У павловских татар, имеющих довольно продолжительную и богатую событиями истории, обладавших государственным устройством и письменностью, еще со времен древних Бу-Болга не сохранилась подробных хроник обстоятельно описывающих события татарской истории и кодифицированных в обширные своды, как, например, русские летописи. Подобного рода из-за реографической литературы представлена у татар довольно скутно. К тому же и тот наличный материал, который сохранился и рассеян по различным уголкам территории расселения татарского народа, собран и изучен далеко, чем в достаточной степени. Тем больше интерес представляет в этой области каждая новая находка. Как известно, русские летописи дают гораздо больше материала для разработки татарской истории. Так что некоторые периоды посредние, например, эпоху Казанского ханства удается восстановить почти исключительно на их основании. Чем же объясняется скудость летописного материала у татар? Мне кажется, и это объясняется тем, что у татар из-за специфических особенностей их быта в иодальную эпоху не было таких профессионалов в этой области, как монахи, летописцы Древней Руси или средневековой Европы, спокойно сидевшие за толстыми монастырскими стенами, материально обеспеченные, имевшие абсолютный доступ для созерцания окружающих общественно-политических событий и их описания. Такое располагающее обстановку татарского историографа, обычно самого простого сельского мулы не было. Он писал у рыбков и часто, отмечая отдельное, интересовавшее его событие только на полях и на пустых. Хранится рукописных книг, имевшихся у него под рукой не только летописи, но и вообще историографическая литература с прошлого века представлена у татар крайне слабо. Имеются всего три сочинения историографического характера, составленные по Болжье, в которых содержатся кое-какие сведения, касающиеся истории татар. Эти три вполне оформленные произведения. Следующее, достанешь Шингисхан в Аксахтиме, повесть о Шингисхане и храмам Тимури, больше счастья, озаглавленные в рукописах просто, дефтери шингисхан в Аксахтиме, то есть тетрадью шингисхан в Аксахтиме, товариха Болгария, так называемые болгарские летописи. Третье, жамагия, жамагат, товарих, заборник летописи. Жамагат, товарих, подробный разбор этих сочинений дан мною, а в нашей составе совместно с Губайдулиным работе на татарском языке под названием «История татарской письменности эпохи феодализма», я коснулся их также в моей статье на русском языке, помещенной в номер 7 вестника «Татаровидение» под названием «О новом списке татарского исторического сочинения 17 века». Поэтому здесь долго останавливаются. На них не буду. Скажу несколько слов лишь, поскольку они имеют отношение к татарским летописям во строгом смысле этого слова. Первое из этих трех произведений заключает в главной своей части два больших самостоятельных рассказа легендарного характера о рождении и жизни Сингисхана и Тамерлана. В конце этой книги имеются несколько страниц татарской летописи, на которой я остановлюсь ниже. Во второй книге «Таварики Булгария» почти не содержится материала, подходящего под строгое понятие летописи. Третье из этих сочинений «Джамиут Таварик», а в преобладающей своей части является сокращенным переводом известного сочинения Рашиды Дгина, того же названия. В конце этой книги, приблизительно на двадцатых страницах среднего формата содержится описание событий из местной повозки истории. Татар, что с известной натяжкой можно подвести под понятие летописи. К этим трем сочинениям можно еще прибавить четвертое, а именно небольшой рукопись со полулитописного характера, содержанием до сих пор неопубликованную неполный список, который под названием «Хозя Тавари» найден мною в 1927 году. Этими четырьмя сочинениями исчерпывается вся известная нам древняя историографическая литература Татар. Такую скудость в этой области нетручен. Например, Пукс, Мержони, Хальпин объясняли тем, что вся территория, населенная Татарами, в особенности территория Болгарского Санцева и Казанского Санца в ходе исторических событий подвергалась многократным опустошениям, так что во время войн, восстаний, пожаров, истребивших многие города, центры Болгаро-Татарской культуры и огромное количество сел во время поголовного бегства коренного населения со наиболее густо населенных культурных районов, а также во время крупных пожаров, которые многократно подвергались Казань и Татарской деревне, уже в мирное время погибли наиболее сынные литературные произведения прежних веков. Конечно, в этой мысли может быть известная доля из истины. Например, по некоторым ссылкам, о сохранившихся сочинениях и отрывках, мы можем судить, что в прежнее время среди татар вращались еще несколько сочинений историографического характера, где имелись сединяя по истории деревни Болга. Эти сочинения, как кажется, ныне безвозвратно утеряны для науки. Но все же я склонен воздерживаться от той мысли, что в древности у Татар, в частности, в эпоху Казанского ханства и позже, была особенно богатая литература, как общая, так и историческая, о потере которой следовало бы сожалеть. Она, по всевероятности, мало отличалась по богатству, разнообразию и характеру от того комплекса сочинений, которые сохранились до настоящего времени, как произведения оригинального местного творчества. После этого предисловия я перейду к описанию найденных мною новых списков и вариантов татарских летописей.